Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня буду читать из Второзакония 11 глава 18 стих. И так положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и належите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. Да, речь идет о слове Божьем. Вот Моисей уже прожил всю жизнь, он учил народ израильский, он вел его, и вот под конец он им говорит, под конец жизни он говорит еще это наставление, чтобы слова Божьи, то, что было сказано в законе, чему он учил их, чтобы они вот так были в сердцах, в душе, чтобы они на руке повязкой были, чтобы на лбу были повязкой, то есть, чтобы постоянно думать об этом, вспоминать. И интересно, вот там позже, он еще следующими стихами, он скажет, и учите им сыновей свои, говоря о ней, когда ты сидишь в доме твоем, когда идешь дорогой, когда ложишься, когда встаешь, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много дней было ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землей. То есть, научить детей, то есть, в доме, на косяках дома, где-то везде, везде, так, кстати, было вот то, что Бог сказал, что вот Бог важен, нету богов, кроме него. Вот его слова, как его чтить, как почитать, как соблюдать те предписания, законы, которые он дал. Вот такое важное задание сказал Моисей, и потом вскоре он уже ушел в вечность. И думаю, для сегодняшнего дня, для нас тоже это очень важно. Мы понимаем, что вот даже те строгие люди, которые со Старого Завета стараются все-все исполнять, они, например, вот эти повязки не видел ни у кого на лбу повязку или на руке там какие-то знаки, но все понимают, что это вот на Новый Завет имеется в виду, чтобы мы сейчас говорили нашим детям, чтобы в нашем доме наши мысли все были наполнены Богом, чтобы мы жили им, чтобы мы думали о нем, чтобы мы читали его слово. Чтобы это передавали из поколения в поколение. И это очень важно. Но как действительно можно научить детей? Я понимаю, особенно в наше время, у нас очень, ну такое время наступило, с одной стороны, очень хорошее, с другой стороны, все дозволены с детей. Им в школе говорят уже вот в 11 лет, говорят ребенку, смотри, ты вот в школу ходить надо, а в церковь не обязательно, это свободно, это твое время, свободная воля твоя здесь, так сказать. Родители говорят, пойдем с нами в церковь, они говорят вот так, мне сказали в школе, я не хочу идти. Или другие вещи, которые есть, и родители накажут ребенка, может так получиться, что придут, так сказать, из государственных инстанций, вот скажут, ты неправильно наказал, нельзя так, или даже оштрафуют. Очень много чего изменилось, и как же все же поступать здесь? Я думаю, всегда есть путь. Если есть желание, то находится путь. Преподнести Бога в таком виде, какой Он есть. Ведь посмотрите, в каждом цветочке, в каждой снежинке, в каждом всем, что мы видим, мы видим Бога. Настолько Он сотворил этот мир. Это ведь можно передавать детям. Можно читать им, так сказать, в детских библиях, можно читать доступно. Можно перед сном, когда мама или папа молится с ребенком и передает его Господу, говорит, обнимает, целует, говорит сердечные слова. Или когда вместе разбирают, чтобы готовиться в другой раз, как передать ребенку так, чтобы он понял. Я помню, я как-то одной семье писал стихотворение, молодые люди женились, друг мой. Я написал, взаимопонимание желаю вам, его девизом путь советом взять. Ведь счастье хрупкое, но гнездиться там, где близкие друг друга могут понимать. Я думаю, это важно и в отношении между родителей и детьми, чтобы они понимали друг друга. И детям надо понимать родителей, и родителям надо понимать детей. Я как-то читал, так сказать, в России были еще такие книги, девушка становится женщиной, мальчик становится юношей. То есть книги, в которых вот описывался переходный возраст, когда ребенок, ну вот он становится, он, так сказать, сам хочет. Ему, так сказать, родители, уже их мнение не так важно свое. В каждой этой ситуации по-другому реагировать и искать, чтобы сохранились уже близкие отношения. Мне как-то рассказывал один из родственников, его отец проводил до двух часов ежедневно с ними библейские занятия. Детям это все так наскучило, так тяжело. Они бы расстали и в 13-14, когда можно было уйти из дома куда-то учиться, они бы из села уезжали в город, чтобы больше не слушать все, что было, так сказать, днем сказано, с полной строгостью. И они почти все ушли от Бога. Потому что это было им насильственно, так сказать, преподнесено, что оно вызывало в них, так сказать, вот желание служить Богу, любить его. Ведь Бог любит человека, идет за ним, помогает ему, в трудностях оберегает, от скольких несчастья себе охраняет детей, взрослых. Бог, который, так сказать, мы в его ладони, так сказать, если он наш пастырь, мы ни в чем не будем нуждаться. То есть вот эти самые главные качества Бога, что он заботится, он хочет нас после этой жизни к себе в вечности видеть, передать им вот эту вот доброту Божию, так сказать, его благодать, его благое сердце, его благие намерения. И для этого нам надо читать, вникать в слово, вместе молиться, вместе с семьей стоять едино. И это даст нам, конечно, победу. И детям на всю жизнь будет каким-то богатством в их жизни. Они также научат потом и своих детей, потому что для них это было дорого. Пусть Господь нам поможет всем правильно относиться к нашим детям, внукам, ко всем, где мы можем быть полезными во имя Божьим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok